Доброй ночи всем! Раскладываю в полночь. Раскладываю в полночь на полнолуние. Она уже завершается. Не осветила все ясно. Расклад будет на тему ты друг или враг. То есть вы можете загадывать о человеке, которого хорошо знаете, может вообще не знаете, но должны иметь с ним дело. Но лучше о том, кого вы знаете. И вы сомневаетесь, потому что иногда человек поступает хорошо, а иногда плохо. И то ли это просто его черты характера такие, то ли это злонамеренная деятельность. И таких случаев очень много. Когда добросердечные соседи оказываются крадниками, когда вас обворовывают или наоборот человек, который вы считаете там хмурый и нелюдимый, вдруг вам помогает. Разберемся, что у него с магической стороны и в земной жизни. Что он таит на самом деле. Четыре варианта. Камера не зеркалит. Выбирайте свой, ставьте на паузу. Я начинаю с первой. У нас первый вариант. Четверка жезлов перевернутая. Рыцарь кубков перевернутая. Луна перевернутая. Король мечей перевернутая. Шестерка пентаклей перевернутая. И семерка кубков. Знаете, самое интересное, что я этот расклад уже сделала. Но я его не записала. Он у меня простоял сутки. Потом я его смешала и решила разложить по новой, чтобы пособирать побольше информации. Потому что мне тоже интересно о людях. И вот этот первый вариант, он получился одинаковый. Самое интересное. Человек, о котором спрашивают, это практик. Самый натуральный. И он профессиональный. Причем он это... У него это или по роду, скажем так, он с детства в этой культуре вырос. Он воспитан. Или для него это полностью стало образом жизни. Это как второе дыхание. А может и первое. Для него это естественно. Как сдох дышать. Но он не враждебен. У него сейчас сложные времена. У этого человека. И он довольно вообще искусен. В очень во многом. И в любовной магии. Тут идет. И в крадник он прекрасно поставит. И защиту пробьет по семье. Но он не враждебен. Вот лично к вам он не враждебен. Не могу сказать, что он вас любит. Но он не прочь воспользоваться вашими знаниями, вашим искусствием. Он даже к вам неплохо относится, как рыцарь кубков. Пусть перевернутый, но он больше как бы и не умеет. Практики не самые такие эмоциональные очень часто в мире люди. Да, рыцарь жезлов это подтверждает. Но он ничего плохого вам не несет. Он не несет вам плохого, а хорошее. Да, императрица, и хорошее он вам принесет со временем. Этот человек вам со временем может принести какие-то блага или просто своим присутствием, своим влиянием. Просто иногда бывает у нас, например, станет его Юпитер вам во второй дом. Если у вас есть связь, вам при встрече этот человек при контактах будет приносить деньги. То есть к вам пойдут деньги. Вот практики это делают просто даже своим общением, своим как бы хорошим отношением. Ну, это сильная личность. Злить такого человека не стоит. Ни в коем случае с ним надо ладить. Но ничего, он лично от него, инициатива, чтобы сделать вам что-то злое, никогда не пойдет. И хоть он умеет ставить крадники, все, он этого вам не делает. Хотя ему сейчас сложно. Он в сложной ситуации. Может, он на Украине живет, да? Человек сейчас. Или в Европе, я уже не знаю, где хуже. Изнутри, не знаю. Он в сложной ситуации, но он ничего плохого не делает, наоборот. Он эмоционален. У него луна перевернута. Он ни в коем случае не хочет ничего плохого, наоборот. Тут угроза с его стороны или опасения чисто мнимые. Чисто в голове у вас. Вот такой первый вариант. Хороший. Мы переходим ко второму. И даже тут, если человек думает, что он не практик, он врачом может быть, да? Но все равно у него этот дар есть. Его мысли, его чувства, его эмоции сбываются. Вот такой первый вариант. И мы переходим ко второму. Второй вариант у нас сила. Семерка Пентакли перевернута. Влюбленные перевернуты. Король Жезлов. Башня и Королева Мечи перевернуты. У него это человек крайности. Просто крайности. Куда сила понесет. Если это ваш возлюбленный. Ваша возлюбленная, кстати, здесь на Малейфик, смотрите. Карта Сила, это та же девушка, что Королева Мечей. То есть одной девушкой начинается, одной девушкой заканчивается. Это одно и то же лицо. Тут Королева Мечей сверхмогущественная. Она повторяет карту Силы. Это очень-очень хороший боец, естественно. Супер хороший. У меня все идеально льется по силе. Повторяет Силу. И, естественно, она в любом плане хорошо дерется. Знаете, этого человека кидает. Сторону в сторону. То он вас любит. Если это ваш возлюбленный или возлюбленная, то с таким человеком вам сложно будет жить. Потому что он вас то любит, то бросает, то рвет. Тут и башня есть, и семерка. И мечется. Вроде и любовь есть, и порвать хочется. Но этот человек хорошо владеет мечом во всех смыслах этого слова. Или он словом владеет, или облачен какой-то способностью. И даже он может быть магической. Но тут это не обязательно. Может занимать какой-то пост. Или очень быстро принимать решение. Тут это обязательно. Быстро принимать решение, быстро действует. У него это хорошо получается на земном плане. Супер хорошо. Потому что он льется, как сила. Тут и сила, и королева мечей одно, и это первая, и последняя карта. И поэтому для него эта сила, она как русло речки льется. Для него это естественно. То любит, то порвает. Очень непредсказуемый. Но это не такая любовь. Даже если у вас любовь, что это будет вечная. Нет. Это переходит. Да, отшельник. Этот человек одиночка по жизни. С ним судьбу не свяжешь. В нем королева мечей сильнее, чем аркан влюбленные. Отшельник это подтверждает. Если вы спрашиваете насчет своего ребенка, спрашиваете насчет своего возлюбленного, то этот человек, он не будет хотеть жить с вами. В любом случае, у него свой путь, как у отшельника. Путь пойти, как это, к своей мудрости, к своим духовным ценностям найти. Вы не вписываетесь в этот круг. Хоть он начинал как карта влюбленных, а закончил он как отшельник. В общем, начал за здравие, кончил за упокой. Отношения с этим человеком рано или поздно разойдутся, и он вам сделает больно. Тут и башня, и отшельник. Этот человек вам сделает больно. И вас может хорошо тряхнуть. Не могу сказать, что он там много убытков доставит. Нет, максимум семерка. И в итоге ваши отношения, так бурно начавшиеся, они постепенно сойдут на нет, потому что он отшельник. Только если вы можете, вы его учитель, духовный такой, есть такое в семьях, но его наставник, он вас будет признавать, он за вас пойдет, потому что этот человек пойдет за наставником. Его личные отношения так не очень-то нужны. Да, маг первого Арканда. Абсолютно точно. Если вы загадывали на мага, да, на практику, он хороший практик. Него интересует больше такое вот, отшельник это вера, он с верой связан еще, чтобы в его вере, в его религии у вас были интересы. Если они у вас совпадают, то жить вам всю жизнь долго и счастливо. Он вам будет только помогать. Он будет защищать, потому что вы адепт его, скажем так, веры, его религии. Ну, возьмем самое обычное, религиозное, да, на примитивном уровне, что вы должны разделять это и быть даже более истовым в этой вере. Вы для него будете примером, образцом жить вам счастливо. Если вы хотите обычных там земных радостей, этот человек с вами не останется. Так что взвесьте, что вам нужно. Если у вас общий интерес и жить вам долго и счастливо. Нет, но жить будет невыносимо. Такой второй вариант, а мы переходим к третьей. Третий вариант. Тут шут перевернутый, и на Малэфик этот шут это единственный шут, который мне не нравится. Вообще, есть где он такой, не очень далекий, только из яйца он упаляется, но здесь мне не нравится. Смотрите, тут карта высших сил шутом. Они перевернуты, двойка жезлов, то есть это ваши двойка жезлов, это отношение. Они кончаются девяткой мечей. Пятерка кубков и четверка кубков. Между этими. Вы знаете, этот человек, он над всеми изливается, каким бы он не был и каким бы он не выглядел. Многообещающий, перспективный, это умный, это одаренный человек, но за ним охотятся уже высшие силы, даже если это маг-практик. Высшие силы тут перевернуты. Он может над вами и поиздеваться, и пошутить, и вообще легкомысленно относятся, и он непредсказуемый. Этот человек, надо от него держаться подальше. И помогать ему не стоит. почему? Потому что на нем запрет ему помогать высших сил. То есть вы не можете купить хлеб, не можете заплатить за него в магазине и тому подобное, что люди делают, когда помогают минуту помощи. Он над вами может поиздеваться. Просто поиздеваться. Слова сказать обидные, вы будете долго вспоминать. И причинить вам довольно сильную боль по девятке мечей. Вплоть до того, что после таких можно заболеть. как скажет что-нибудь. И все он понимает, что говорит, что-то он самый умный. Все он понимает, но за этим этот человек на прицеле у высших сил. именно из-за своих поступков на прицеле у высших сил и те за ним тщательно наблюдают. Они еще ничего не делают, они ему не мешают. И больше всего этот человек работает через вещи в вашем доме. Ну, в любом доме, где он попал. Может, он их трогает, может, листает книги, может, что-то перебирает. И очень много он своей энергии оставляет негативной. И потом у вас проблемы или болезни, или разочарования. Тут с ним надо поосторожней четверкой мячей в четверке кубков. Да, он хорошее отношение, может, в любой момент превратить в отношение мячей в драку. И у меня еще раз четверка пентакль это третья четверка. Это говорит, что с одной стороны на него можно положиться, как ни странно, при всем этом. Можно положиться, и он сделает. С другой стороны четверка предвещает, что в отношении с этим человеком очень много поворотных углов, очень много поворотных событий, очень много поворотных течений, но при этом они будут держаться стабильно. На этом с тремя четверками вам сложно от этого человека отделаться. Даже если сейчас вы думаете этот мужчина к вам вернется или эта девушка, вам будет очень сложно от него отделаться. Три четверки дают очень стабильную линию, которая малоразрушима или почти неразрушима. Вот тут она выпала. То есть вам от него отделаться будет очень сложно. Он в вашей жизни собирается остаться навек. Имейте это в виду. Он с вами порывать не хочет. Вот такой у нас третий вариант и мы переходим к четвертому. Четвертый вариант Надеюсь вы загадали на какого-то малознакомого вам постороннего человека такого что-то не ваш близкий друг или родственник но это все касается взрослых детей и сюда малолетних не прикладывайте потому потому что у них это не отсветится смотрите тут пятнадцатый аркан перевернутый карта высших сил перевернуты они вместе против семерки мечей ниже двойкой мечей перевернутая колесница и шестерка кубков этот человек о котором вы спрашиваете в жизни сделал что-то очень-очень не то я даже затрудняюсь сказать что он не то такого мог сделать но это не имеет значения но на самом деле и не так уж это редко и бывают такие карты на этого человека объявили высшие силы охоту они с него уже откачивают его отношения его энергия его источник как бы доходов они все потихоньку забирают потому что этот человек очень неправильно распоряжается что у него есть он всегда поступает не так приходит не туда и делает не то не хочет слушать предупреждения вообще он их игнорирует вообще я скажу чтобы выжить в этом мире нужно иметь такую интуицию прислушиваться я часто вижу как силы передают людям послания они этого не слышат но не перестают там или делать что-то или уходят когда им говорят если человек упорствует он к этому не прислушивается у него потом начинаются сильные проблемы вплоть до каких-то бытовых мелочей надо прислушиваться надо прислушиваться но с этим человеком вас силы разведут вы отправитесь отправитесь в разные дороги вы вперед а он назад у него у него идет забор жизненной энергии и неважно кто это делает на земле то ли стрессы то ли плохой начальник то ли магически на него напали но исток это высшие силы и светлые и темные тут очень четко карта высших сил 15 и вставать под паровоз помогать его тянуть я бы не советовала даже если это ваш родственник не пытайтесь его тянуть если вы совершенно уверены что это не может быть вот сто процентов у вас этому есть доказательства но вы ошиблись вариантов но с этим человеком нужно вас жизнь разведет и вообще держитесь лучше подальше пусть ваши отношения постепенно сходят на нет там даже нету фигуры которая обозначила бы его наверно очень много вызывал конфликтов в жизни тут двойка мечей кому-то перекрывал дороги очень сильно мешал в общем тут не буду разбирать почему какой причине за ним объявили охоту восьмерка жезлов это суд это чистой воды суд что-то по суду но уже поздно дама кубков не повешенный но не по суду будет долго по даме кубков терпеть давать ему шансы и прочее и прочее но в итоге он не воспользуется что характерно для этого периода совершенно не воспользуется в общем надо с этим человеком держаться подальше такой вот да точно туз мечей сейчас повешу на самом анномалифик держитесь подальше и у вас будет и не переживайте ни за что по девятке кубков не переживайте это не ваша судьба это не ваша жизнь так сложилось так и оставьте от него лучше держаться подальше то еще его повешенный на вас может перейти лучше подальше ну вот такой вот расклад и мы прощаемся